Всем привет! С вами Ярослава Громакина. Сегодня мы посмотрим, что у конфеток есть внутри. Так, перед нами конфета мореход. Здесь нарисован такой дяденька. Я бы больше дала название для этой конфеты, наверное, Гулливер, потому что на фоне микроскопического корабля, микроскопического прям замка такого маленького расположен большой такой дяденька струпов. Называется мореход, производитель Красная Цябрь. Судя по всему, это вафли. Приятный голубой цвет. Ну давай, сейчас мы тебя вытащим. Посмотрите, какая красивая конфета. Думаю, просто очень жарко. Залито очень хорошо, мне нравится. Практически без всяких дефектов. Посмотрим, что внутри. О да, естественно, это вафля. Вафля с такой коричневой прослойкой. Там, знаете, бывает белая. В данном случае здесь такая коричневая прослойка. Ну вот, в общем, в общем, перед вами вафля. Вафля мореход. Давайте посмотрим еще конфетки. Что у нас тут есть? У нас здесь рулада. Знаете, есть, по-моему, сгущенка руслада. Это рулада. Название. Дефицит. Рулада мини арахис. Дарисована. Видим, это орех, что ли, на разрезе. Непонятно. Фирма ОКОНТ. Дараза, Вася. Такой фисташковый цвет, да, абсолютно конфеты. О, посмотрите. Да, это конфета в разрезе. Она напоминает мороженое, мне кажется, такое бывает. Например, с воздушным рисом, когда я его заливаю, шоколадом. Так, что же, заливка не похвала. Мне нравится. Вроде бы, правда. Так. Сейчас посмотрю, что у нас. Ну да, внутри прямо какая-то картинка. Какая вещь. Чуть-то такая вафля, по-моему, у нас идет. Внутри. Отличная мягенькая сочетка. Я думаю, что это очень мега обреховый вкус. На картинке прямо рыбка. Очень много показаний. Так. Давайте посмотрим вот такую конфетку. Она очень объемная. Такая шапка внутри. Видите, видите, это довольно. Давайте посмотрим. Очень много цветов. Вот здесь вот бабочка сидит красивая. Как называется? Ну, потом посмотрим, как называется, наверное. Видите, такая подставочка, что пыталась вытечь. Хотя конфетка красивенько. Ровенько выглядит, да? Называется она у нас лунный свет. Лунный свет. Хотя я бы по этой обложке не догадалась, что это лунный свет. Посмотрим, как выглядит лунный свет у нас внутри. Наверное, там луна. белая подлага. Да, светлая свержимая. Светло-желтая, я бы сказала. Светло-желтая, да? У луны молочный цвет, наверное, такой. Наверное, у луны именно такой цвет и есть. Едем дальше. Добрянка. Слушайте, один в один, как та конфета. Я, наверное, даже не буду ее открывать, потому что, судя и по рисунку, судя даже по картинке, единственное, что здесь написано фундук. Так. Петушок, золотой гребешок. Интересно, что сам петушок почему-то только на ребре нарисован, а в остальных местах, где он вот так лежит, вида никакого нет. Видимо, это неправильно упаковали. Ну, либо вот такая задумка, что... Мне кажется, петух должен был быть на передней поверхности. Так, смотрите, какая конфетка. Залита прекрасно, мне нравится, ровненько, без всяких дефектов. Ну, как у нас выглядит фундук, фундук внутри. Фундук внутри почему-то абсолютно белый. Как вообще ее дают название тем конфетам, да? Вы знаете, еще свободное название? Ну, что, как-то, не никак. Я, петушок, если бы не знала конфетку. Она, наверное, блюда должна быть какая-то пестрица, не знаю. Петушок уже такой. Ну, любую на обложку принесил бы белую. Посмотрите, белую. Интересно. Ой, распечатываю даже, не показав вам. Очень красивый рисунок. Посмотрите, медведица, медвежонка. Английский БС ни о чем мне не говорят. Конфета Заполярье. Сделано в Казахстане. Красивый голубенький цвет. Внутри такая бумажка фонгированная. Сделано в Казахстане. Конфета, мне кажется, посмотрите, какие-то здесь. Эффект заливки, транспортировки. Мне кажется, эффект заливки не очень красиво смешан. Внутри, посмотрите, опять сверху, снизу, лазерка. И такое содержимое, все в кратку. Ну, светло-коричневое содержимое, светло-коричневое в кратку. Так. Ломтишка. Десерт газированный. Так, так, так. Даже здесь не входит в кадр. Оооо, десерт газированный. Тут нарисован у него слон. Качество Конф. Что пишет, что не пишет, что интересно. Позовем. Ну, ладно, давайте. Смотрите, какая она прекрасная. Мне-то нравится. На более светло-коричневый фоне. Такие были темно-коричневые размеры. А давай прям пополам мягенько. Точно сухле. Похоже? Ну, да, похоже. Только тут по бокам просто шоколадка, а тут по бокам что-то есть. Внутри у белой мягенько содержимое. Конфетка красивая. Нормально. Нормально. Что у нас еще есть? Дель суфле. На сливочном масле. Любите конфеты на сливочном масле? Я даже не могу сказать. Упаковка мне нравится. Белая такая упаковочка. Белая конфета. Скорее всего, судя по тому, по рисунку это птичье молоко. Наверное. Окон розовый, да, такие. Рисунки, разводы, бабочки розовые. Сейчас посмотрим, что там у нас. Дель суфле на сливочном масле. Что там? Обметы у нас. Ну, давай. Внутри немножко она так подбилась. Ну, это уже и моя вина, наверное. Залито она хорошо. Красиво. Ровный такой, там, квадратик. Да, ребята, это птичье молоко. Птичье молоко такое желтенькое. Совершенно не похоже на то, что здесь. Здесь на обложке у нас прям белый-белый цвет, а на разрезе, ну, вы видите, прям желтый цвет, да? Желтая конфетка. Ну, не совсем прям желтый насыщенный, но светло-желтый, скажем так. Хотя птичье молоко, если вы покупали куда-нибудь, там бывает трижды, да, все это белый, желтый и коричневый. Рулик на сливках. Рулик на сливках. А, вы видите, здесь такой рулет. Я, кстати, уже пробовала эту конфету. Она, по-моему, очень вкусная. Такое мягкое тесто. Рулик на сливках. Бархатная малина. Сейчас посмотрим. Да. Вот именно эта конфета, о которой я подумала. А, правда, вкусная. Она мягенькая очень. Очень. Вот здесь сломалась уже три транспортировки. Конфетка залита хорошо. Я люблю вот такой раскрас. Мне кажется, когда есть рисунок на конфетке. Мне нравится. Как выглядит у нас рулик. Ну, вот рулет. Видите, завернут, да? Так. А белый оранж. Конфета со вкусом вареной сгущенки под названием фонарики. А в такой красной упаковке, в красноватых тонах, что у нас внутри по содержимому. Ну, конфета такая более овальной формы. Заливка немножко, во мой взгляд, страдает. Потому что вот здесь какая-то капелька, да, внизу, вы видите. Вот. Вот здесь какой-то дефект. Фонарики. Похоже на фонарик. Что-то у нас тут хрустнуло, значит, это вафли. Да. У меня под шоколадом в круговую идет вафля. И вот такое светло-коричневое содержимое, скорее всего, это орех. Нет. Ну, хоть даже нет. Орех, конечно, есть, но и сгущеночка. Так. Смотрим дальше. Суфле люкс. Суфле люкс. Суфле люкс. Нарисована вот здесь у нас малина. Поэтому сама упаковка в розовом такой цвете с золотом. на самом деле упаковка, видимо, прозрачная, да. Угу. Здесь была такая фольга. Конфетка очень красивая. А что у нас здесь написано? Контия снизу. Форма у нее тоже такая оваленькая. Режется очень мягко. Посмотрите, какая конфета красивая внутри. Внутри мы видим белое тече молоко. Вот это, видимо, жидкое содержимое малинового вкуса. Хорошо. Предлагаю вам посмотреть на конфету с Дедушкой Морозом. Написано «С Новым Годом». Такой забавный Дед Мороз нарисован. Конфеты также в красных оттенках упаковка. Внутри у нас конфетка с такими линиями, ребрами. И, в принципе, заливка хорошая. Режется достаточно туго. С большим усилием мне приходится разрезать шоколад. И внутри шоколадное содержимое, жиденькое. Золотой конек. Тоже в красном цвете сегодня. У нас, видимо, цвет настроения красный. О, это, наверное, славянка, судя по как оно выглядит. Как оно выглядит. Как оно выглядит. Нет, а кон? Обычно у славянки такие цвета. в чёрном-белом смешанном. Содержимое светло-коричневого, такого пастельного цвета. Крем-ликер. Что-то внутри какая-то бочка прям. Крем-ликер. Цвета мне, не знаю, даже колокольчик. Мне очень нравится такая подборка. Цвет коричневый, красный. Какой-то, что это вообще? Сливовый, синий, жёлтая окантовка. Мне не нравится дизайн самой конфеты. А тут реально бочка. Я прям угадала. Здесь должна была быть, наверное, такой кобляшок, как бы подставку ставить. Хотя, зачем, если это бочка? Она была бы... Если бы она стояла, как бочка. Так, посмотрим, что внутри. Ага. Ну, это просто шоколад, и внутри такой жидкий, тёмный, шоколадный. Тёмное шоколадное содержимое. О, бочка. Так. Крем-ликёр. Ещё одна конфетка из новогодней серии. Здесь у нас такой Дед Мороз. На вид он прям такой скромняшка. Мне нравится очень, как он прорисован. С ёлочкой стоит так скромно. Принёс какую-то ёлочку. Фручита. Угу. Внутри конфетки. Такая серебрянка-подложечка. Ой, это я притронулась к ней, думаю, жарко. Это прям тает. Хотя у нас сейчас январь. Посмотрите, какой красивый нежно-розовый цвет. Мне прям очень нравится. Я думаю, что конфетка вкусная. Смотрю на неё и представляю её вкусом. Хорошо. Что ещё у нас есть? У нас есть конфетка маленькое чудо кокосовое с цельным орехом. Орех нарисован и кокос. Белая обложка с цельным верхом. О, какая оригинальная конфета. Такие прям ещё не попадались. И мне прям очень нравится, что внутри тоже написано маленькое чудо. Иногда, знаете, в конфетах бывает загадка внутри спрятана. А тут маленькое чудо название конфеты. Оригинально. Мне нравится. И форма необычная. Посмотрите, такой квадрат. И здесь сверху. Ну, как прямо мини какой-то замок, что ли. Не знаю. Мне прям нравится всё. И сама обложка, и конфета. Неужели это правда будет орехом? Точно! Это вот целый фундук. Некое... Субтитры сделал DimaTorzok